SCP-1008. Камень изгнания. Класс объекты безопасный. Особый слой содержания. SCP-1008 хранится в цельном литом непрозрачном контейнере, помещенном в сейфовую ячейку в зоне засекречена. Для извлечения SCP-1008 из контейнера требуется разрешение как минимум двух сотрудников третьего уровня допуска. Субъекты, подвергнутые воздействию SCP-1008, должны находиться под наблюдением до самой смерти. Описание SCP-1008. Кусок обсидиана неправильной формы, с гладко отполированной поверхностью. Диаметр объекта в самой широком месте составляет примерно 8 см. Масса приблизительно 1400 г. На одной из граней SCP-1008 находится вырезанное изображение Солнца, окруженное надписями ориентировочно на древнем диалекте индонезийского языка. Аномальные свойства SCP-1008 проявляются, если объект приложить к колбу живого человека. Эффект проявляется в момент захода Солнца. На первой стадии, дляющиеся примерно одну неделю, попавшие под воздействие SCP-1008 субъекты перестают воспринимать Солнце. Они не видят ни саму звезду, ни ее излучение и, как следствие, не могут визуально воспринимать окружающий мир без искусственных источников света. При осмотре субъектов выявляют все признаки, характерные для полной депривации Солнечного Света. Зрачки не расширяются. Долговременное воздействие Солнечного Света не приводит к ухудшению зрения и т.д. Также субъекты перестают видеть Луну и другие небесные тела, освещаемые в основном Солнечным Светом, но в большинстве случаев остальные звезды остаются видимы для субъектов. Вторая стадия длится от двух до трех недель. Их характеризуется тем, что на субъектов перестает действовать не только видимый свет Солнца, но и тепловое и иные виды его излучения. Субъекты чувствуют холод, кожа постепенно бледнеет, проявляется недостаток витамина D и так называемая зимняя депрессия. На последней стадии, которая наступает приблизительно через 4-6 недель после первоначального воздействия CP1008, все живые существа вокруг кажутся субъектом все более нездоровыми. Растения кажутся увядшими и чахлыми, животные изможденными. Особо стоит выделить тот факт, что на последней стадии воздействия CP1008 субъекты теряют способность извлекать питательные вещества из-за продуктов животного растительного происхождения, что неизбежно приводит к смерти от истощения через несколько недель. Приложение 10.08-01. Выдержка из интервью с субъектом 10.08-01. Субъект 10.08-01. Агент засекречен. Случайно попал под воздействие CP1008, работая в удаленном под прикрытие. Сразу же после проявления эффекта CP1008, агент засекречен. Доставил CP1008 в фонд и был помещен под наблюдение. Доктор, как вы поняли, что имеет место какое-то аномальное явление? Субъект 10.08-01. Я проснулся, наверное, часов в пять утра. На следующий день после первого контакта. Я привык вставать до рассвета и в этот раз удивился, что не вижу лучей зари. Ну и солнце так и не взошло. Позвонил доктор, секречно спросил, что это я дрыхну в такой солнечный день. Тут-то я и вышел из прикрытия и свернул деятельность. Доктор, что случилось потом, субъект? Ну, первые несколько дней жить можно было. Странно, что солнце не вставало. Тьма была кромешная. Ничего не видно. Но люди спокойно ходили, как будто все в порядке. Субъект. Но через неделю стало хуже. Просто холодать начало с каждым днем. И все деревья вокруг растения стали такими жухлыми, болезненными. Но все вокруг говорили, что растения живые и здоровые. Доктор, продолжайте. Субъект. Вчера совсем поплохело. Наверное. У нас все же... У нас же все от солнца. Все, что мы себе в пищу выращиваем, растения, скот. Это же все энергия, пришедшая от солнца. В общем, есть не могу. Субъект 1008 перестал переваривать пищу на 36-й день воздействия SCP-1008. После обработки успокоительным он был переведен на внутривенное питание. Примерно на 43-й день содержания субъект скончался. Причина смерти. Сильное переохлаждение и недостаточное питание. Приложение 1008-02. Частичный перевод надписи на SCP-1008. Грешник в наказание слэшкара ссылается, изгоняется, долой с глаз, неизвестно, возможно, солнце или бог, дабы умереть во тьме.